Педагог по образованию с опытом работы в рекламном агентстве. Дизайнер аксессуаров Ольга Таргенчук всегда тяготела к творческой работе. Идея заняться технологически сложным, но невероятно увлекательным созданием украшений из муранского стекла со временем переросла в семейный бизнес. Так сложилась ситуация, и я этой ситуации в принципе очень рада, потому что когда в унисон два человека работают, мыслят, представляют. На самом деле Андрей мне до того, как мы начали работать, очень сильно помогал, потому что технический взгляд, отточенность именно некой конструктивной сути украшения, которые нужно украшения не только создать, чтобы оно долго носилось, было удобно, и многие моменты, они больше близки мужскому складу. В России семейный бизнес это все-таки такая тема неоднозначная. Большинство людей не представляют, как это возможно, но каждый случай индивидуален, и в каждом правиле есть исключение. Хотя та же Италия, она в основном построена именно на семейном бизнесе, но у них менталитет другое представление. Другим людям немножко по-другому, чем в России. Им это помогает, у нас нет. Но тем не менее мы с Андреем сейчас вместе развиваем наш, скажем так, бренд, планы, все это, все, скажем так, разрабатываем, как нам дальше куда двигаться. Была офисная работа, то есть она на первой этапе была очень интересна, она захватывала, но потом как бы чувствовала, что чего-то не хватает. И с рождением второго ребенка, когда мозг, как говорится, с чистого лица можно было абсолютно начать свою жизнь, то в интернете я встретила работы мастера с Петербурга, который вот со стеклом работает. И вот тогда меня осенило настолько, что вот я хочу этим заниматься, я не знала, насколько это сложно вообще, что для этого нужно, никакого представления не имела. У меня внутри было решение, что я хочу этим заниматься, я буду этим заниматься. Оно было несколько ступеней, это был видеокурс, потом я еще летала в Москву, училась у итальянца, который приезжал, проводил обучение. Также на остров Мурана к нему летала, на более обширный курс, где была техника и выдувания, и дальше, скажем так, более углубленная программа работы со стеклом. Технология очень такая трудоемкая, и она не терпит спешки, она не терпит суетливости. Немногие люди говорили, что у нас украшения не востребованы, они неактуальны, их никто не будет покупать, и вообще зачем тебе это надо? То есть, в принципе, такие мнения я слышала достаточно много, и я чувствовала, что это так, по сути, было. То есть, когда я представляла украшения, ну, мне говорили, да, классно, но узнавая стоимость, ну, не совсем понимали, что можно же пойти купить дешевую бижутерию, которую много килограммами. Но, опять же, помог тот факт, что я начала проводить, ну, подобие мастер-классов, как носить украшения, на что они влияют, для чего они нужны. И вот так постепенно формировался клиентский круг людей, которые, скажем так, ценят и которые понимают важность украшений в жизни вообще любой женщины. Стекло венецианское, муранское, в принципе, тоже чешское стекло, подобное стекло варят и немцы, то есть, рецептура достаточно близко, только у каждого своя палитра. Не ювелирка, вот, в чистом виде, и не бижутерия в чистом виде, которая ассоциируется все-таки не с той статусностью, которая, например, может дать стекло. И, в принципе, занимаясь уже вот третий год стеклом, нисколько в нем не разочаровалась, потому что, сочетая разные стекла, разный прием, ты получаешь абсолютно удивительные декоры, которые ты даже не ожидал. То есть, такие свои мини-открытия могут происходить каждый день, и это, конечно, тоже очень захватывает. Больше, чем ты можешь, ты не прыгнешь, не сделаешь, но хочется очень много всего попробовать сделать, поэтому вот каждый день называется это. Бегу на работу, чтобы что-то новое успеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова